И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик, который связан с гонкой вооружений. Вам нравится данного формата видосы, вы их поддерживаете лукасами. Я безумно благодарен вам за вашу активность. И сегодня мы с Артёмчиком рандомным образом выбрали две интересных пушки. Мы всё-таки сидели, думали, выбирали, что же взять на хорьках, что-нибудь такое может быть интересное. Потом подумали, что было бы неплохо поиграть на вулканчике. И подумали, что если вулкан использовать с той же жигой, то на этом всё как бы заканчивается. А если пытаться соревноваться на вулкане против ещё каких-то других пушек, то получается какая-то шляпа. Поэтому попытались, сгенерировали рандомно и получили довольно интересные две пушки. Это будет с мака, с устройством на суперкумулятивные снаряды. И это будет молот с дефолтным устройством с лагеря. Играть буду я, конечно же, с кем? Конечно же, с кем? Конечно же, с лучшим игроком матчмейкинга. Поздоровайте. Ну да, я здесь. Да-да. Поэтому, друзья, я думаю, что касаемо предыдущего видеоролика режима, всё у нас остаётся так же. Остаёмся мы в контроле точек. Полноценный этот режим подходит для данного формата видеороликов намного-таки, намного-таки лучше, как по мне. Также в комментариях видел вашу активность, дабы, может быть, попробовать там TDM-ку. Но пока TDM-очку мы рассматривать полноценно не будем. Поиграем сегодня в контроле точек, как всегда, две каточки. Ну и посмотрим, какие из данных двух пушек покажут себя лучше. И кто же вообще по праву сегодня у нас в таком мини-зачётике всё-таки выиграет. Надеюсь, на небольшие, а на какие-то такие средненькие, интересные нагибаторские карты. И где, главное, не будет никаких перетошибок. Я надеюсь, что всё у нас в этом плане получится. Артёмочка, как всегда, заряжен. Сейчас будет разваливать кабины. Начинает он на молоте. И потом думает, что смока ему подфартит с какой-нибудь ещё большой карточкой. И будет вообще всё замечательно. Так, у нас Йоркшир. Йоркшир СП. Что касаемо резистов от меня, два. Тебя сколько? Вот. Я понял, понятно. Потом запомните, да, вот как он сказал ноль. И как я пикнусь в следующую катку. И от меня будет три-четыре резистов. Ну, это дефолтный расклад. Всегда от меня берут. От Артёмчика нет. Ну, ладно. Я думаю, что я поиграю ближе к респу. Ну, захватил я одну точечку. Уже один фражочек такой неплохой дал. Всё-таки у меня супер смока, короче, который наносит с одного выстрела довольно большое количество дэмэджа. Поэтому я попытаюсь поиграть максимально агрессивно, максимально ближе к респу. Артёмка, наверное, так же как-то будет сейчас действовать. Пока что он не знаю, где чего делает. У меня тактика убивать всех. А где это в мире значений? Я понял, но это жёсткая тактика. Я, конечно, шарю, что эта тактика рабочая. Но всё же, всё же, всё же хотелось бы, конечно же, тоже немножко всё это дело потянуть. И, кстати, друзья, в предыдущем видосе я забыл сказать о том, что Артёмчик это тоже теперь появился свой YouTube канал, на котором он довольно часто стримит, примерно в то же время, в которое стримлю я, где-то в 9-8 часов по московскому времени. Поэтому тоже заглядывайте к нему, ссылочка на него будет в описании. Обязательно тоже подписывайтесь на его канал, если не ошибаюсь, там где-то около уже 300 подписчиков у него имеется. Поэтому как-то так. Полторы минуты прошло, и по опыту, конечно, это не вулканы, это не жига. Здесь не всё так, конечно, великолепно, но потихой что-то идёт. Потихой, Харёк, всё-таки свои плоды тоже даёт. Ах, я точку сейчас не забрал. Нет, 10 молотов, чтобы сейчас забыло, перезарядить, всё тут. Ну, тебе надо просто со смолоты аккуратненько стрелять, в цель попадать, а не по воробьям чисто настреливать. Да, их это ошибку поймать. Ну, крит, это дефолт, как бы, ну, здесь не надо удивляться ничему. Не могу. Да не, ей, 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 чё ты, чё ты заиспугался, а, Артёмчик? Взял, чё ты заиспугался. Ну, я не думал, что, нет, сначала подумал, что у него может быть овер, потом смотрю, как он двигается. Вроде как у него не должно было быть овера. Я думаю, что нам надо всё-таки ещё и выиграть эту катку, не Артёмка. Если мы будем катки сливать, то как бы это полноценно будет, ну, не так хорошо. Поэтому я давай-ка тоже рядом с точками буду стоять, пытаться ещё накидывать. У меня когда расходки, у нас там мамон забирает точку, до которой я, к сожалению, дотянуться никак не могу. А, во! Здесь ДДшка дроповая. Это уже неплохо. Да, уже можно собрать. Это уже можно накидать за счёт неё, правильно? Я думаю, что да. Думаю, что можно накидать. О, там вообще тихо сидит, я в шоке. Купол. Не хочет даже ничего говорить. Сидит втихую там, опыт колотит. Расскажи хоть, как у тебя там идёт, а? Что там в тихую сидишь, не будешь. А, то, что ты недоволен тем, что ты ещё пока не на первом месте? Щипа изойти не надо. Так, возьми, перезайди. Купол, овер, главная вражьми, а потом перезаходи. Что сидя. Процент хоть не так много упало. Потому что потом не было обидно. Я вообще, грубо говоря, на точках стою, а не опыт бьёт. Вот, что наша команда начинает качать. Я не могу обидеть на вражескую базу, если моя команда сливает. Я же не Артёмчик, которому без разницы на исход командного сражения. Ой-ой-ой-ой. О, хорошо забрал. Ну, смотри, расскажи. На смоке, конечно, долго-долго накидывать урон. Ух ты, как я сейчас наустреливаю. Ух ты, нифига, раскачку нашёл. На смоке такая жёсткая раскачка, я даже не думал, что настолько высоко можно на ней накидывать. О, Хори Вулкан. Что-то он паркурит немножечко. Чуть-чуть в паркуре, молодой человек. К слову, друзья, кто-то под предыдущим... Под первым, походу, да, в видосе? Под первым видосом написал в комментариях, что 6 на 6 будет 36. Друзья, вы, похоже, плохо знаете математику. 6 на 6 будет 32. Правильно, Артёмка? Верно, в точку. У нас свои математика. Я не знаю, кто вам сказал, что 6 на 6 будет 36. 32 по всем законам, по всем правилам. Поэтому, друзья, не забывайте тоже писать в комментариях интересные вооружения, на которых вы хотите, чтобы мы поиграли. Возможно, у вас есть свои какие-то интересные предпочтения. Возможно, вы предложите что-то нереальное, жёсткое, от чего мы не сможем отказаться. Либо же на данном комменте будет большое количество лайков, и мы поймём, что надо всё-таки полноценно данное вооружение пообозревать и на нём тоже видос записать. Так, 2 минуты до конца. 2 минуты до конца. Молот говно. Заявление от Артёмчика. Что касаемо смоки, я могу вам сказать так. Это, конечно, не жига и не вулкан, но играть можно. Играть можно. Тяжело, но можно. Видно, что, конечно, не так ты много можешь набивать на данной пушке, но Артёмчик свою точку зрения уже по поводу пушки высказал. Он говорит, что молот говно. Ну и я, в принципе, наверное, с ним буду согласен. Я посмотрю на всё это дело через полторы минуты. Но у меня пока... Септики шмут. 55 опыта. Я думаю, что, в принципе, это мало. Это, в принципе, мало. Я подъехал в упор к Мамонту. Как думаешь, прожмёт он овер или нет? А он не прожал. Пожареет, пожареет. А он не прожал. А я думал, что он прожмёт. У меня крит. А у меня знаешь, что было? Угадай, что у меня было. Вот у меня выпал крит, и что у меня было в этот момент? Угадай. Угадай. Ну, конечно, у меня полноценный, стопроцентный овердрайв. А что будет сейчас, когда я вернусь в бой? А? Угадаем? На первом месте. Угадаем, что будет Артёмчик? Никого не будет. Овердрайва не будет. А потому что что у нас Артёмчик? Правильно. Обновление. Супер обновление. Великолепное обновление. А что ещё происходит? Мы сливаем катку. 57 секунд до конца. Я в шоке. Просто обожаю матчмейкинг. Я обожаю матчмейкинг. Давай попробуем выиграть эту катку, всё-таки. Хотя у нас по опыту, если честно, близковатенько, близковатенько. Я думал, что даже могло быть и побольше отрыва. Но, походу, всё ровненько. Примерно нормальные нагибаторские вооружения. Так, а я точку забрал. Мы три контроля. Давай. Я центр контроля. Я центр контроля. А, меня слили. Сейчас центр будет забирать. А, я-я-я-я-я-я-я-я-я. Если бы я сейчас центр бы проконтролил, было бы всё великолепно. Жалко. 15 секунд до конца. Походу, слили. Походу, это ггшечка. Да. И мне ещё мамонт овер прожал. Я в шоке. Не, ну, неплохая попытка была, если честно, закомбечить. Если бы я, может быть, там за этот центрик бы удержался. Может, что-то бы у нас и получилось. А, три в 25 опта. Меняемся теперь у нас с вооружениями. Ну, и смотрим, подтвердится ли теория Артёмчика о том, что молот говняшка. Давайте посмотрим. Может быть, Артёмчик сейчас скажет, что и смог говно, и ничего хорошего нету. Не, ну, если честно, безусловно. Если сравнивать данные два интересных вооружения, да, то они примерно по балансу, наверное, одинаковы. Но если данные две пушки сравнивать, например, с вулканом или с жигой, то понятное дело, что что вулкан, что жига будет намного сильнее и намного жёстче она будет нагибать. Поэтому здесь как бы всё понятно, всё дефолтно. Ну, посмотрим, что у меня сейчас получится на молоте, что у Артёмчика получится на смоке. Посмотрим, какая ещё карта будет. По сути, сейчас была такая чуть больше, чем обычная средняя карта. Главное, чтобы не было большой. Вот если будет большая, здоровенная какая-нибудь магистраль, то это будет вообще провал. Артёмке, конечно, ещё будет более-менее. А, ну, в принципе, промзона такая же. Примерно средненькая карта даже может немножко и получше, чем Йоркчер. Хотя полноценно, наверное, ничего здесь сложного нет. Так, в предыдущей катке сколько от тебя было резистов, ты говорил? Ноль. Ноль. От меня уже здесь один. Но это ничего страшного. Один, как бы, это ничего страшного. В предыдущей катке от меня тоже было два. Ну, поэтому примерно по балансу, по ММ-игрокам всё равноценно и одинаково. Так, Артёмчик накидывает урончик. Я, конечно, надеюсь на то, что... Это тоже 50. О, хорошо, вообще великолепно. Видишь, от тебя 50, а я ваншочу их. Такой просто спокойнейшим образом. Оп-оп. Трудательность из появился. Нет, я понескал, конечно, шумолот говно. Но не так он плох, как ты и сказал. Просто надо не рашить жёстко противника, надо немножко откатываться назад. Из-за того, что у тебя всего лишь три снаряда. Если бы у тебя было бы их там пять, тогда может было бы чуть попроще. Не учи учёных. А так надо немножко откатываться. Да я не учусь, я не учусь. Что это? Сейчас бы я лучшего игрока матчмейкинга учил. Я не имею права учить. Опа. Артёмчик, развернись, там четыре танка. Да, мне на смоке их не убили. Ха. А если бы была бы Жига? Что было бы? Я уже там был. Блин, а мне сбили прицел. А, ещё и фраг стырили, я в шоке. А чё ты овер не проживаешь? Не надо. А чё? Чё ты? На. Хорошо, хоть у меня уже овер прошёл. А то у меня бы, наверное, сгорело. Так, катку мы ещё и ведём. Вроде как нормально. Вроде как всё даже очень неплохо. 3-0. 5 минут до конца. И... Ай, успел добить жалко. 0 хп у Челик осталось. А, ну я его всё на добью. Просто на него, наверное, будет потратить лишний молот. О, ещё один. Ах. Тут, скорее всего, он не так. Это ещё кому-то тебе накинул. Светки дал, да? Кого? Где? А, там. Нет, в точке. Ну да, там нормально было. Опять я промазал. Боже, что ты как-то после смоки я на молоте играю, как будто у меня 20 тысяч снарядов, у меня 3 выстрела в обоиме, я бы им половину выстрелов просто в молоко и закидываю. Ты считаешь, что не имеешь? Ну, неприятно получается, если честно. Не, ну, понятное дело, что если я буду сравнивать себя с тобой, то мне до тебя дофига и больше, Артёмка. Это-то безусловно. Это всем давно понятно. Правильно, Артёмка? Правильно. Ты же всё-таки лучший игрок матч-мейтинга, а я так. О, хорючек. Ай, хорошо, великолепно залетел. Этот, ну, тоже не добейте. Не добейте или до бейте? Там же не плохо. Вы же безрадец, да? Ой, как меня сейчас Хантер мог выключить. Благо я откатился, хотя там смока с Увердрайвом так же меня что-то жёстко нагнуло. Ну и пока, блин, для меня всё неплохо складывается. Не знаю, что там Артёмчик жаловался на молот, но мне, в принципе, всё нравится. Выдаёшь три выстрела, потом чуть-чуть сидишь... Замлетелай всё-таки. Сидишь чуть-чуть, куришь бамбучок и потом ещё накидываешь. И всё вроде как великолепно получается. Этот полик сетелый. Как-то не стой под ним. Попробуй заехать в нём нарез, может там будет чуть-чуть получше. Блин, у меня смока слило. Ай, зараза. Я только Овер прожал, и меня слили. Вот сейчас неприятненько, конечно, получилось. Три с половиной минутки ещё до конца. Времени много. Мы вообще по точкам нормально улетали вперёд, и сейчас мы опять нифига не улетали. Да ты одно, что просто идёте. Чё, смока не тянет? Или, может, сегодня у лучшего игрока матч-мейкинга что-то другое подводит? Всегда нагибал. Всегда нагибал? Ну ладно. Тут поддаюсь. А-а-а, я понял. Это логично. Всё-таки лучший игрок матч-мейкинга может ещё и поддаться. А может даже фору даёт, фору даёт ещё три минуты до конца. Я же забыл, что может ещё и фору даёт. Ещё раздействуйте постоянно, то что поддается. Блин, ты красавчик. Типа 50 потанки. Давай-давай-давай-давай. Сейчас мы точечку вот эту захватить. И вот тут урончика ещё дополнительно вкинуть. Ай-яй-яй. Ай-яй, я не добил. Ещё и точку не забрал. Фух, хоть забрал. Это было потно, если честно. Что мне там жёстко так урона наносили. И я сейчас иду их сливать. Но они что-то обнаглели Артем. Я не знаю, как у тебя там, но у меня там что-то черрики обнаглели. Пакет. Чё? Ты видел, какому вертуху удал? Её, шокики. Будет сажал на ночь. На проценту плана. Так ты возьми от пулемёта резко. Этот плана, того, как ел. Обенки. Мусы. А ты от пулика резист не одеваешь никогда? Нет. Вот, пулика сейчас резист, это вообще супер темочка. Запомните, друзья, резист от пулемёта. Очень-очень нужная вещь. Пулемет-то резист бьёт довольно жёстко. А что он делается без резиста? Так это вообще. Обенок, вот до свидания. Так, мы проигрываем, Артём. Полторы минуты до конца. Я предлагаю тебе выиграть катку. А ты как думаешь? Стоит не выигрывать? Да нет. Вот это. Нет, давай выиграем. Пушка говна. Вторая? Две из двух у тебя получает сегодня. Там, ну, не говно. Пушка говна. Сначала молот сказал, что шляпу полный говно какой-то. Теперь уже и смока такой же. Ну ладно. Не, ну я скажу, что молот неплох. Молот неплох. Играть можно, конечно. Это всё-таки не жига, не вулкан. Но играть можно. Просто играть. Играть можно. Блин, вот здесь ещё бы мне так арта бы, конечно, урона не наносило. А, так, да, харюк, я понял. Харюк с овердрайвом меня просто раскрошил. Так, 50 секунд до конца. Артём, я надеюсь, что мы выиграем этот бой. Я контролю точку D. Что ты делаешь? Ручингу. Ты контролишь точку A. Молодец. Так, я еду на точку E. Я надеюсь её забрать. Я забираю точку E. И мы контролим уже сколько? Четыре, да? Четыре нам хватает для победы. Там даже по сути хватает для победы. Ну, хватает для победы. Ну, что это? И вот обидит. Тремус 14 македов. Ай-яй-яй-яй-яй. И, блин, точка уходит. Точка уходит. Точка уходит. И, похоже, у нас беда, Артём, беда. Хорошо, не ходь точку. Не забирай. Ай, меня слили. Блин, там что-то страйкер очень жёсткий. И всё, у нас все точки поплыли за 15 секунд до конца. Я в шоке. Не, ну, вот эту хотя бы не отдал бы. Нам надо две держать. Нам надо, нам надо, нам надо, нам надо хотя бы. Всё, нормально. Успеем, успеем. Не случится. Так мы выиграем его. Ну, вообще, ну, просто. Лучший игрок матчмейкинга. Но сегодня всё-таки... Что же скажешь в своё оправдание, Артём? Артём говорит, что лучше молоты смог вы не используете. Но я вам скажу, что вполне на данных двух пушках можно играть. Вот мы играли на Вулкане, там около 700 очки можно было наколотить. Здесь я 665 набил на молоте. Поэтому, по сути, тоже довольно-таки неплохой результат, как по мне. Артём говорит, что всё-таки не совсем приятные, не совсем удобные пушки. Вот такой вот видос у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, если вы хотите продолжение данной интересной, захватывающей, новой, полноценно новой рубрики на моём канале, то обязательно поставьте лайк на данный видеоролик. Также не забывайте обязательно подписываться на канал, потому что более 50% нашей аудитории, которая смотрит видеоролики, смотрит их без подписки. Поэтому, если у вас кнопочка подписаться горит красным, возьмите, сделайте её серую и сделайте мне приятно. Ну и также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. И ссылочка на данного нагибатора матчмейкинга также имеется в описании, тоже подписывайтесь. На этом всё. Спасибо вам за просмотр данного видоса. Всем удачи и всем пока. Ну, пока. Ярик, ну ты что такой долгий-то, ёбаный?